и привет рустам не спросил как ты начал просто закончил институт до этого конечно в институте был на практике 4 месяца поработал агрономом ну не все мне понравилось даже какой-то момент я подумал блин не хочу быть экраном тяжело зарплата небольшая была на тот момент урожай тоже чуть низкие были люди с которыми работал тоже не самые лучшие я работа возле города и чаще все там не платили зарплаты там работали те кому зарплаты в целом были не нужны поэтому как бы сложно было ну в то же время как бы какой-то общий язык приходилось находить получалось получалось работать целом везде все чем дальше от города работал тем было легче потому что люди были другие абсолютно людей не было возможности уехать в город поэтому они работали даже за небольшие деньги со временем все это развивалось все это было просто жизни не от самых там лучших урожаев и цен на зерно с каждым днем с каждым годом были какие-то улучшения появлялись какие-то удобства но самое главное конечно же как бы я заметил в производстве это взаимодействие с людьми очень важно взаимодействие с людьми очень важно поддержание климата на работе очень важно заботиться о людях которыми ты работаешь очень важно то есть думать о них думать удобные условия потому что когда человек ждет чтобы приехать на работу целый час не очень хорошо также когда он ждет чтобы уехать с работы целый час тоже очень не очень хорошо поэтому здесь нужно заботиться о том чтобы человек тратил свое время максимально эффективно на работе и не ждал знаете любое ожидание работы это минус любое ожидание ожидание семян ожидание удобрения ожидание воды ожидание топлива минус минус то здесь нужно думать о том потаешь это самым самый большой вот этот вот вот самая такая большая проблема когда ты думаешь об этом ты потом думаешь вообще целом о системе ты пытаешься по-другому развиваться ты пытаешься следить за эффективностью людей ты хочешь чтобы выработку они за единицу времени делали больше смотришь могут ли они спрашивши могут ли они это делать они говорят могу у него получается у этого человека тоже появляется какой-то азарт но это ведь видите нужно интересоваться человеком нужно заботиться о нем на работе это самое главное и уже потом начинаешь думать как дальше развиваться те появляются какие-то идеи стратегии ты пытаешься не создавать проблемы для себя одни те же каждый год ты пытаешься ты же понимаешь что каждый год какая-то новая проблема появляется поэтому ты решаешь и не позволяешь ей уже на следующий год появляться потому что появится другая которая тоже нужно будет решить это опыт это опыт ты идешь дальше конечно некоторые проблемки они все равно выскакивают по каким-то причинам делать ты с этим соглашаешься особо не переживая потому что они не так сильно влияет на твои производства или на систему а так самое важное первое это конечно забота людей о людях с которыми ты работаешь это первое второе это двигаться только вперед то есть искать возможности расти и и подниматься потому что на самом деле я как заметил ты можно планку поднимать 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 и искать все возможные решение для того чтобы подниматься потому что только на самом деле нет и работать на земле более эффективно некоторые говорят что эффект ну как бы это дорого но нужно не забывать что каждый проход трактора когда мы пытаемся на из единицы гектара получить больше мы на самом деле работаем эффективно работаем эффективно почему потому что у нас амортизация техники будет уже другая у нас уже получается даже зарплата может измениться потому что эффективность возрастает поэтому здесь нужно искать эффективность земле нужно пытаться получать больше потому что есть такие возможности вы же понимаете что вы вкладываете все равно вкладываете столько же сил вложить чуть-чуть там на два процента больше сил может быть на пять процентов больше денег и получить эффект который покроет десятки раз то что вы вложили то здесь нужно понимать это все здесь нужно считать здесь нужно планировать план тоже кстати очень важен когда ты планируешь когда ты видишь эти цифры когда ты видишь рентабельность когда ты понимаешь что по культурам какая же культура все же тебе тебя тебя сделает успешно поэтому математика не помешает а так преимущественно эта работа с людьми чем я хочу сказать вам что если благоприятный климат можно работать с любой техникой абсолютно потому что она будет работать она будет ходить а если климат неблагоприятный даже импортная техника будет кошмаром тебе казаться поэтому то есть процесс будет кошмаром казаться с импортной техникой поэтому стремитесь к тому чтобы благоприятный климат для людей я еще буду думать буду кое-какие моменты выкладывать это просто сейчас мысли без всяких там без всякой подготовки хотя если подготовиться по пунктам можно конечно же изложить все более подробно более правильно более точно но время может быть может быть время будет другое не в семь минут а полчаса час ну к этому тоже нужно прийти ладно всего хорошего так просто и Продолжение следует...